Нам нужно сказать, о чем мы будем сегодня говорить. Будем говорить о том, что нужно все время расслаблять руку, даже когда она непрерывно играет очень быстрые пассажи. Эта тема называется микрорасслабление, потому что времени нет. Что такое расслабление? Это когда ты можешь кисть вот так сделать, и она дышит. А тебе нужно делать это очень быстро. Микрорасслабление. Давай, начинай. Вот. Именно. Ты играешь все время ровно. Мне нужно вот это движение назад, как волна. И ни разу не пропускай, потому что все было хорошо. Хорошо. Вот эти первые и второй пальцы. Давай немножко сделаем вот такой. И когда-то вот здесь, особенно вот здесь, мне хочется. Потому что здесь уже немножко пропадает качество из-за того, что... Сначала, сначала. Никогда рука не должна быть напряжена вот здесь. Да, вот это не нужно. Она просто... Тоже, тоже все... Идея, в чем игры на рояле, что все должно быть очень расслаблено и спокойно. Вот, когда ты берешь чуть-чуть, опять же, кистью. Та-дам. 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 Оттолкнись. Та-дам. Та-дам. У нас тема какая сегодня урока? Микрорасслабление, да? Та-дам. Вот она. И вот она чуть-чуть... Та-дам. Та-дам. Вот, оттолкнись. Как будто ты подпрыгиваешь. Та-дам. 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 Нет, ты делаешь так, это напряженная. А именно, нужно вот это движение. Оп, чуть-чуть. Понял, да? Вот. Вот. Ну, вот. Хорошо, только здесь ты... Да. Опять не сделал. Лёва, дорогой, сейчас я смотрю на левую руку, а сейчас посмотрел на правую, и ты опять не делаешь это, чуть-чуть движение кисти. Вот, да, вот, вот, замечательно. Левую руку, сыграй одну левую руку. Да, вот это полный. Тут тоже на расслабление оттолкнулся. Оттолкнулся, да? Вот, вот, хорошо. Тут тоже чуть-чуть, чуть-чуть оттолкнулся. Обязательно вот это чуть-чуть движение к теме нашего. Чуть-чуть оп. И здесь тоже чуть-чуть. Все время надо участвовать в кисти. Вот здесь была, а здесь нет. Везде чуть-чуть. Когда оттолкиваешься, а здесь нет, не делаешь. Вот. Вот. Отлично. Давай. Давай теперь отдельно левую руку. А здесь в другую сторону. вот сюда. А это оставляешь, да? Знаешь, какое упражнение? Вот. Нужно, чтобы вот это очень свободно двигалось. Да. При этом эти не напряженные, они свободные. Чуть-чуть, чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Опять они, видишь, что они делают? Здесь они торчат. Как будто вот эти три пальца не нужно. Вот сделай так. Играй двумя. Вот. Вот это движение. Спрячь их. Спрячь их. Их нету. Ты пианист с двумя пальцами. Вот. Вот это движение. Давай еще раз. Во, отлично. Чуть-чуть выше. Опять, ты видишь, что они творят эти... Ну что, сейчас будем фильм ужасов сделать из урока, да? Отрежем? Отрежем ему три пальца? Ах, как классно. Давай. Вот. Вот. Теперь, чтобы было качество, нужно немножко стакат. 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 Да. Вот. Я теперь... Вот. То же самое здесь. Немножко особо. Знаешь, где можно освободить? Вот. А здесь... То есть, идея в том, что кисть всегда немножко дышит. Это как... Для руки это необходимо. Потому что у вокалистов дышат, они естественно дышат, а у нас должна дышать рука. Вот. Такое немножко, чуть-чуть движение, да? Давай вот отсюда. Вот. Сейчас. Вот. Когда ты делаешь так, то да, а здесь чуть-чуть. Как будто туда, 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 туда. Вот. Вот. О, что дышит! За! В 재미скоff CozƠ izя. Да п Else ңтңш. Вз interrupted кр IdThat nein, что никого больше отличают... Но они не знали, что знаю, где ведет. Субтитры сделал DimaTorzok Очень хорошо все было, но вот здесь опять пальцы стали вот здесь Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть, замечательно Ну вот, собственно говоря, это самое главное Теперь Ты сидишь здесь долго, а нужно уже быть гидро Я буду чуть-чуть Во 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 Во, отлично Опять Молодец, быстро очень все это ты схватил Ну давай один разочек медленно, чтобы эти движения все были Еще медленнее Молодец 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 Вот здесь можно расслабить руку. Вот точно. Вот здесь можно расслабить руку. Вот все идеально, только вот опять же на этом повороте тоже можно. Вот это вот. Вот это вот. Вот сюда. Я хочу... Вот здесь можно расслабить руку. Вот. 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 Вот, замечательно. Второй этюд, где там... Вот. Теперь я тебе в предыдущем показал, а теперь ты сам скажи, где, на какой ноте лучше всего освобождать такую кисть немножко. Потому что ты опять играешь без кисти. Где? 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 Конечно. Да. Да. Все замечательно, только без акцента. Да. 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 В какие-то моменты вдруг прекращаешь. Опять, опять, прекращу. А вот здесь, здесь, здесь. Вот здесь можно иногда дышать. Нет, смотри. Чтобы она тоже дышала. Хорошо. На третью ноту. Но чуть-чуть, потому что там времени. Будет так и так. Давай-ка. Нет, ты сейчас делаешь на первую ноту. А здесь вот. Та-дам, тадам, тадам, тадам. Вот на эту. Как будто вот. Вот, 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 вот. Вот замечательно. Вот сейчас она дышит. Да, даже в самом быстром темпе все равно это заговорно. Все равно будет свободная рука, и все будет звучать. Ты знаешь что? Еще то же самое чуть-чуть в левой руке. Забываешь немножко. А тут не каждую руку, да? Здесь да, чуть-чуть. Все время как будто весело, да. Все время как будто весело, да. 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 Я сейчас преувеличу, конечно, ну чтоб ты это запомнил. молодец ну все я думаю что на этом можно ведет и закончить правильно импровизационность проведения темы фразировки а также выбор выбор мгновенный выбор полифонического сопровождения к этой к этой импровизационности вот это лучше все осуществлять в такой форме игры когда один играет и второе пытается сделать что-то что-то другое да и из этого же мы предположим если ты ты начнешь ты вот эту тему да а а а а а а а а а Ну вот, замечательно ты сделал, теперь я. Ну, продолжай, другой вариант. Это уже было, ты один раз сделал вот так. Нет, я только услышал разницу в этом, замечательно. Молодец. Очень хорошо. Единственное, что мне показалось, что это было немножко нанорочито. Все-таки нужно исходить из какой-то... Конечно, можно бендриться сколько угодно здесь, но не в этом задача. Молодец. 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 а второй раз ее как-то, что-то в ней менять. Либо так, либо наоборот, а потом объединить. Или наоборот. Или идти, импровизация, очень легкий вариант от голосоведения. Предположим, ты берешь два голоса. Вот сейчас я импровизирую, например, от нижнего голоса. Можно взять даже вот этот, как ни странно. С чего бы ты ни начинал, какая-то логика в этом все равно должна быть. Либо динозационная, либо полифоническая, либо такая фразировка. Где-то ускорить, где-то наоборот. Попробуй сейчас по голосоведению. Очень хорошо. Вот это мне очень понравилось. Очень понравилось, очень хорошо было. Так, сейчас. А можно, например, сделать вот, сейчас я подумал, да? Как будто здесь такое строгое голосоведение. И вдруг. Вот это одинокие голосы, да? Больше. Вот вечно вот попадает здесь. Это ужас. О, тут надо ближе к клавишам. Раз. Опасно. 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 Так это не пропадет точно. Хорошо. Тогда ты так, да, будешь? Ну, отлично. Так. Ну, еще один разочек попробуем. Мне пару раз очень понравилось. Это просто, да, я. Спасибо. Так. Тоже мне очень понравилось сначала, но потом, мне кажется, все-таки опять начался такой немножко выпендрёж. Чуть-чуть, но хотя, не знаю, начало было изумительно. Очень хорошо. Замечательно. Ну и дальше. Ну и дальше. Хорошо, все-таки чуть-чуть, чтобы дальше обозначить тему занятия, давай из каденции, потому что там легче всего опровизировать, когда оркестра нет. Ну вот. Хорошо. О, отлично. Понимаешь, в чём самый ценный элемент музыки, вот в этой непредсказуемости? То есть, вот ты сейчас сделала что-то, и это сразу заставляет слушать, потому что я этого раньше не слышал. Потому что если ты просто играешь, это уже все слышали тысячи раз. А вот сейчас ты очень красиво сделала. Совершенно по-другому, чем я. Да, да. Ну и так далее. Вот давай, давай. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво, но мне кажется, что слишком много этих таких ритмических зависаний, которые всё-таки, всё то же самое, но оставаться всё-таки в каком-то общем течении. Давай ещё раз, вот именно вот в этом как бы ценность самой музыки. Потому что что мы делаем? Мы как повторяем, но мы не повторяем, мы каждый раз играем новую музыку. Вот сейчас я, от чего я пошёл? Да-да-да-дам. И так далее. Можно от этой ноты начинать эту импровизацию? Можно от другой? Давай. От рэби можно замещать. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Да-да. Я начну импровизировать с нижней нотами. Ну, что у нас осталось поимпровизировать от этой ноты, самое сложное. Давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok Позвольте вашу ручку. Изумительно, изумительно. А мне это просто. Что? Не-не-не. Достойно поцелуем. Правда, не фея, но... Так, ну, в общем, очень здорово. Очень убедительный и очень красивый. Вот. Таким образом, только в одном басу есть уже четыре варианта для импровизации. А если мы сюда добавляем... Ну и так далее. В общем-то, понятно, что тут количество вариантов бесконечное. И в этом, собственно говоря, и заключается вся прелесть и импровизационность. Ну, вот давай сделаем вариант номер 25194. Субтитры создавал DimaTorzok Очень удачный вариант. Очень понравился. Очень удачный. Так. Ну, это давай дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, у него не хватает музыкальная табакетка, да, вот это звучание. А хрустает, наверное, как у Лядова музыкальная табакетка. Добавая музыкальная табакетка. И вот, пожалуйста, это ревиз скойнодейка. Добавая музыкальная табакетка. Табакет máquinas. Табакет изменения. Дорога музыкальная. Ай! Очень здорово! Очень здорово! Обезьячий рандар! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мне кажется, что здесь чуть-чуть Слишком все расчетливо, все интересно в журнехо. Даже плевать на то, что чуть-чуть там. Слишком все расчетливо, все расчетливо. Вот это, по накалу это должно быть. Здесь уже должна быть одышка. Здесь еще что позволить сделать эту одышку, когда эмоции рвутся вперед, а сознание не позволяет пропускать. От этого рождается напряжение, которое тебя выбивает из сил и из-за того, что нужно. Там уже хочется... 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 Двигательно.. Хочется inches~~ Хочется... Хочется... Двигатель… Двигатель… Субтитры создавал DimaTorzok Мерзкий пассаж 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 Мерзкий пассаж